Вели собрание действующий председатель Общественной палаты Ленинского района Владимир Ивлев и член Общественной палаты Московской области Дмитрий Боробов. Многие претенденты на место в Общественной палате к презентации подготовились основательно, вплоть до использования наглядных материалов. Настрой у всех был боевой, и поговорить хотелось о многом, но опытный действующий председатель Владимир Ивлев в вступительном слове первым делом огласил регламент. Наступление регламента отводим не более документов. Я буду засекать обязательную вставку и четверг. Сложного не будет. Вам нужно рассказать кратко о себе, откуда вы. А самое главное, мы все хотим слушать, для чего вы идете в Общественную палату Ленинского муниципального района. После выступления каждому кандидату можно задавать вопросы, но их также ограничили до двух. Все соискатели должны были подать заявку до 7 апреля. Надо сказать, что конкуренция среди тех, кто желает работать в общественных палатах высока. Всего по Московской области муниципальной общественной палаты подано более 6 тысяч заявлений. Средний возраст кандидатов – 44 года. Из них лишь около 2 тысяч будут избраны в этот орган. В Ленинском районе подано 76 заявок, и только 31 человек будет избран. Член Общественной палаты Московской области Дмитрий Боробов в своем выступлении подбодрил собравшихся и выразил надежду на совместную плодотворную работу в будущем. На обсуждение кандидатов из 41 заявленного пришло только 22 человека, видимо, самых решительно настроенных. Присутствовали в зале в том числе и действующие члены палаты, которые желали продолжить свою общественную деятельность. Для них исключения не делалось. Даже напротив, именно от них требовалось рассказать о реальных проектах, которые они смогли реализовать. Выступающие представляли самые разные организации – от благотворительных обществ до профессиональных ассоциаций. Естественно, что и фронт работ в Общественной палате каждый видел по-своему. Главное – это, естественно, сохранение зеленых на самом деле, и чтобы наш город видный был городом садом. Мне хочется, чтобы в нашем районе тоже создавались и как доступная среда, инклюзивное образование, толерантные отношения. Я организую фестиваль народных традиций, который хочу, чтобы проходил в поселке Горгелинский. Практически все кандидаты в той или иной мере имеют опыт взаимодействия с муниципальными, областными или федеральными властями. Но отпущенных двух минут зачастую не хватало, чтобы кандидат мог рассказать о себе и своих профессиональных компетенциях. А потому в зале нередко возникала дискуссия. Часто выступающие затрагивали вопросы, требующие решения на областном, а возможно и федеральном уровне. Тогда уточняющие вопросы задавал и Дмитрий Боробов. У вас в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербурге. Очередные обсуждения кандидатов в новый состав общественной палаты Ленинского района пройдут 18 и 20 апреля. А 22 апреля 2017 года состоится единый день голосования. После с 1 по 31 мая пройдет утверждение новых составов общественных палат в муниципальных районах. При этом треть состава будет утверждать лично губернатор Московской области, треть совет депутатов муниципалитета и треть общественная палата Московской области. Максим Козлов, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.